В этом видео мы сделаем свой собственный набор Лего, посвященный самому популярному ютуберу в мире, Мистеру Бисту. Давайте начинать! В прошлом ролике мы сделали набор, посвященный Владу А4 и его команде. В комментариях было очень много просьб сделать набор по Мистеру Бисту. Ну что ж, давайте сделаем это. Для начала нужно определиться с темой набора и найти референсы для того, чтобы в дальнейшем на них ориентироваться. Я собрал на одном полотне нужные мне изображения для создания набора. Это фото самого Биста, его команды и мерча. Ну и куда же без мемов? Довольно свежий мем, который буквально взорвал интернет пару месяцев назад. Это кадр из пародийного клипа в стиле рэп батла. Здесь блогер делает характерное движение, как бы оживляющее фигуры с превью Биста. В ходе ролика мы его также постараемся повторить. У Биста очень много популярных роликов и определиться с темой набора было не так уж и просто. Я решил, что стоит сделать что-то универсальное. Многие знают, что у самого популярного блогера в мире очень большой офис, где он вместе с его командой производит контент. Это помещение с множеством комнат и огромными пространствами. В общем, было принято решение сделать набор, посвященный студии Мистера Биста. По задумке, это должна быть большая постройка, в которой должна располагаться съемочная площадка, комната для монтажа и различное оборудование. Ладно, хватит слова, давайте приступать к делу. Переходим в редактор на сайте Мекабрикс, где собрана огромная библиотека разнообразных деталей Лего. Первым делом я занялся постройкой основания помещения. Ориентируясь на различные постройки ангаров из Лего в интернете, я начал возводить стены. Затем, используя необычную технику строительства, я сделал имитацию металлических опор, которые присутствуют практически во всех ангарах. Итак, общее пространство готово. Крышу сверху заделывать не буду для удобства, так как это все-таки набор, который будет использоваться для игры. Время заняться созданием съемочной площадки. Главной его частью будет так называемый хромакей, который используется в кинопроизводстве для имитации различного окружения на постпродакшене. Довольно универсальная вещь, которая делает возможным перенести актера в любую точку земли и удешевляет производство видео. Мистер Бист использовал данную технологию для некоторых своих масштабных роликов. Например, при съемке игры в Кальмара, сцена с перетягиванием каната была снята именно таким образом. Я решил в качестве отсылки добавить данную сцену в наш набор. Немаловажным атрибутом съемочной площадки есть светооборудование. Давайте сделаем имитацию такого в формате Lego. Для разнообразия я сделал несколько видов таких приборов. Ну куда же набор без ста, без кучи денег. Сделаем вот такую небольшую стопочку. Огородим ее, чтобы никто вдруг ничего не украл. Заполняем оставшееся пространство разными декоративными элементами. Время создания монтажной комнаты и по совместительству комнаты, где Бист снимает реакции на различные ролики. Сначала огородим для нее соответствующее пространство. Стены покроем имитацией шумоподавляющего материала. Теперь можно заняться сборкой стола с компьютером. Добавим немного декора. Завершающим этапом будет создание огромной вывески на входе в студию. Наподобие как у набора Lego Daily Bugle. Надпись готова. Осталось закрепить ее сверху на входе. Добавлю еще парочку прожекторов сверху и Lego Studio Mr. Besta готова. Вот такой результат у меня получился. Основание набора готово. Теперь нужно сделать мини фигурки. Персонажами набора будет собственно Бист и члены его команды, которые активно принимают участие в создании роликов. Первым делом сделаем самого Биста. Для начала берем все составляющие мини фигурки и подбираем подходящие цвета. Сейчас фигурке не хватает волос. Нужно их добавить. Для этого я взял уже готовую модель прически и немного подредактировал ее в блендер. Теперь нужно заняться созданием принтов. В качестве примера я выбрал мерч Mr. Besta с вот таким рисунком. Именно в такой футболке был одет герой из Мимо про Биста. Я мог бы просто разместить лого со зверем на футболке, но все же на принтах Lego принято упрощать формы. Поэтому я немного переработал рисунок в графическом редакторе. Принты готовы. Посмотрим, как они выглядят на фигурке. По-моему, то, что надо. Осталось только сделать гримасу. В графическом редакторе рисую бородку и усы. После размещаю ее на модели и подгоняю по размеру. Оставшуюся часть гримасы я доделаю с помощью аддона MicaFace, чтобы в дальнейшем можно было еще и анимировать эмоции. Таким же образом поступаем для всех остальных фигурок. Музыка. 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 готовы импортирую модель нашей постройки в блендер чтобы посмотреть как все будет смотреться воедино кажется этому набору не хватает дорогого автомобиля нужно это исправить раз уж мы уже имеем фигурку беста из студию грех не повторить тот самый мем отправляем беста на съемочную площадку с помощью готового рига модели и ключевых кадров анимируем движение персонажа соответственно мему анимация завершена могу представить вам то что получилось по моему очень круто а как вам напишите комментариях чтобы этот набор продавался ему также нужно сделать привлекательную коробку инструкцию займемся этим тоже вот что в итоге у меня получилось купили бы вы такой набор увидев его на полках в магазине пишите в комментариях чего этому набору не хватает по вашему мнению и чтобы вы добавили если бы создавали свой собственный набор лего но у меня на этом пока что все пишите в комментариях на какую тему вы бы хотели чтобы я сделал набор в следующем подобном ролике будет интересно почитать подписывайтесь на канал ставьте лайк под роликом спасибо за просмотр пока